Так что все решат бои за Авдеевку. Это последний ориентир для Киева. Или побеждай, или уходи. А теперь послушайте, как эти западные аналитики уговаривают украинцев сдаться. Да-да, вы не ослышались, именно уговаривают сдаться. Некий украинский летчик, военный летчик, имя которого пока не названо, взял, да и перелетел через линию фронта прямиком к нам. Главной стала тема прощания с Украиной. Так что директор ЦРУ и министр обороны США могли слетать в Киев, чтобы сказать последнее прости. Вот только кому? Добрый день всем зрителям и слушателям канала «За углом». Министр обороны США Остин прибежал в Киев. То есть сначала на прошлой неделе туда пожаловал глава ЦРУ Бёрнс, через неделю министр обороны США Остин. В гадалки не ходи, это значит, что ситуация в зоне СВО запахла жареным. Примерно так же, как пару лет назад в Афганистане, откуда пришлось срочно уносить ноги. Вообще-то неприятные новости для всех членов НАТО сыпятся в последние недели, как из рога изобилия. Если кто не знает, то китайский лидер Си Цзяньпин посоветовался с членами политбюро КПК и принял решение нарастить количество ядерных боезарядов до уровня России и США. Для справки. Глобальный запас ядерных боезарядов составляет 12 512 единиц, из которых 5 889 у нас, 5 244 поменьше, у США, у китайцев 350. В баллистических ракетах, на подводных лодках и в планирующих бомбах. Это по оценкам американцев. Но правды не знает никто, кроме Си Цзяньпина. Так вот, китайская пресса уже несколько месяцев раскачивает эту тему. Догнать и перегнать Россию и США по количеству ядерных зарядов. Так что у американских политиков и военных на наших глазах нарождается новая головная боль. Но она пока в будущем. И чтобы закончить с китайскими сенсациями, напомню, что по результатам поездки товарища Си в США на саммит АТЭС в Сан-Франциско китайского лидера все же удалось уговорить восстановить горячую телефонную линию, по которой американский президент может всегда позвонить главному китайскому коммунисту. Напомню, что в последние годы китайцы не реагировали на такие звонки из США. Вообще говоря, китайская тема в мировом информационном потоке не была на этой неделе главной. Главной стала тема прощания с Украиной. Так что директор ЦРУ и министр обороны США могли слетать в Киев, чтобы сказать последнее «прости». Вот только кому? Сегодня в Киеве живут два антипода. Американцы, как уже говорилось, строят будущее Украины с Зеленским. А вот Великобритания, которая всегда хотела подгаживать в наш адрес, поставила на главкома залужного. Об этом написал британский журнал «Экономист», который связывают с британскими спецслужбами. Именно через него МИ-6 регулярно сливает информацию, которая выгодна британским властям. А их кумир на Украине сегодня как раз залужный. И здесь на нашу радость назревает конфликт между властями США и Великобритании. Но это тонкости, которые не меняют суть дела. Все западные центральные СМИ пишут об одном. Киев должен отказаться от попыток вернуть территории, прекратить играть в наступление и уйти в глухую оборону, начав переговоры о прекращении войны. Напомню, об этом пишут сегодня все западные газеты. Говорят в аналитических передачах на телевидении. Что любопытно, в этой пораженческой дискуссии засветилась даже газета крупного американского бизнеса Wall Street Journal. Плюс журнал, в котором печатаются программные статьи главных американских политиков. Это Foreign Affairs. Он считается рупором всеамериканской закулисы или, как ее называют еще, глубинного государства. Вот главная мысль статьи Foreign Affairs, аналога советской газеты «Правда», которая в Советском Союзе была главной. Вот эта мысль. Я цитирую. «США и ЕС следует начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий на Украине. При этом Киев должен прекратить попытки захватить территорию и сосредоточиться на восстановлении страны». Конец цитаты. Не знаю, как вы, но лично я понял этот посыл американских властей. Зеленскому и его группе пора сдаваться. Разумеется, они облекли эту главную мысль всякого рода рассуждениями в стиле «бла-бла-бла-бла-бла». Заявив, что им пора драпать из Украины, здесь же уверяют, что в США и Западной Европе уверены на 100%, что ВСУ воюет лучше всех. А неудачи летнего наступления, которое так и не состоялось, всего лишь досадная неловкость. И мы, то есть Россия, все ближе и ближе к своему печальному концу. Это пишет Foreign Affairs. Вот такие они, обычные американские понты. Призывая и даже требуя от Киева сдаться, забыть о Крыме и Донбассе, американцы заворачивают свой приказ в блестящую бумагу. Вы только послушайте кусок из статьи, в которой Киеву, напомню еще раз, приказывают сдаться и побыстрее. Не сомневаюсь, что это фактический приказ. Только что привезли на Украину и директор ЦРУ Бернст, и министр обороны США Остин. Вот очередная цитата из этой статьи. «Действующие подходы Киева обещают низкие перспективы. Это ставит украинцев в неловкое положение, когда они просят бессрочную помощь Запада. Вместо этого Украине следует сосредоточиться на удержании и на восстановлении территории, которую она сейчас реально контролирует. Отказаться от наступления в пользу обороны». А дальше я продолжаю цитаты как раз про хитрожопие. Цитата. Даже перейдя к оборонительной стратегии на линии фронта, Украина могла бы продолжать использовать оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским позициям в тылу и в Крыму, увеличивая для России трудности продолжения спецоперации. И если появятся видимые доказательства того, что военный потенциал или воля России ослабевает, Украина сохранит за собой возможность вернуться к наступательным действиям. Я закончил цитату. Понятно, что американцы говорят Зеленскому и его генералам «хватит». Мол, отдышитесь и снова начнете палить беспилотниками по Керчисе, Востополю и Москве. А пока оставьте себе то, что у вас пока еще есть. Вот только как можно себе представить, что ВСУ будут использовать ракетное оружие для ударов по российским городам, а наше командование будет спокойно на это смотреть. Тут самое время вспомнить о двух десятках американских самолетах F-16, которые НАТО обещают передать Киеву в самое ближайшее время. Но вот какие мысли и сомнения у натовских генералов и политиков возникли прямо сегодня, на ровном месте. Некий украинский летчик, военный летчик, имя которого пока не названо, взял, да и перелетел через линию фронта прямиком к нам. Причем летчик не рядовой, а командир летного звена. Не знаю, как вы, но я на месте натовских генералов принялся бы немедленно чесать репу. Кто даст гарантии, что другие украинские летчики, которые обучаются сегодня управлять этими самыми F-16, вдруг возьмут и не перегонят эти самолеты прямиком к нам, например, в Жуковский. Согласитесь, есть над чем подумать. Хотя представления о нашей армии в умах западных военных и политиков не просто поражают, а заставляют усомниться в их профессионализме. Представляете себе командующих армиями стран НАТО, которые пару лет назад драпанули из Афганистана, до этого из Ирака, где предпочитали отсиживаться на базах за высокими заборами. И вот сегодня эта публика пишет в главном своем журнале «Форин Афиес» «Сдвиг стратегии в этом направлении, то есть переход в СССР в глухую оборону, изменит ситуацию в невыгодную для России сторону, потребов от ее армии выполнение того, слушайте внимательно, на что она до сих пор была не способна. Это проведение эффективных общевойсковых наступательных операций». Цитата закончилась. То есть у нас не умеют наступать. Не знаю, как вы, а я сразу вспомнил персонажа из «Золотого теленка» Виктора Полисова, слесаря интеллигента, который всем подряд выдавал советы, один глупее другого. Представляете, кто воюет против нас от имени коллективного Запада? Умники, которые считают, что наша армия не умеет наступать. Хотя по мне, так лучше иметь дело с такими западными аналитиками, чем действительно умными, которые хотя бы смогут вспомнить события Второй мировой войны. А теперь послушайте, как эти западные аналитики уговаривают украинцев сдаться. Да-да, вы не ослышались. Именно уговаривают сдаться. Разумеется, во имя демократии. Вот этот кусок. Это главный журнал американской политики. Главный. Так вот, этот кусок. Это не только конфликт, в котором невозможно выиграть. В нем Украина со временем рискует потерять поддержку Запада. Для нее гораздо разумнее обеспечить, чтобы большая часть страны, находящаяся под контролем Киева, превратилась в процветающую и безопасную демократию, чем рисковать будущим страны в долгосрочных военных усилиях по возвращению территорий, все еще находящихся под контролем России. Конец цитаты. Если сказать простым языком, то западные кураторы Киева почти открыто кричат Зеленскому и его группе. Отдайте же то, что не можете вернуть, и притворитесь паиньками. Самое время вспомнить китайскую мудрость. Был в Древнем Китае такой военачальник Сунь Цзы. Ему принадлежит авторство книги «Искусство побеждать». Но в Китае был не один такой умник, а много. Так вот, одного из них звали Сыма И. Он жил в III веке. Он сформулировал суть ведения войны следующим образом. В военном деле есть пять существенных моментов. Если есть возможность атаковать, вы должны атаковать. Если вы не можете атаковать, вы должны защищаться. Если вы не можете защищаться, вы должны отступать. Оставшиеся два пункта влекут за собой только капитуляцию или смерть. Это был афоризм древнего китайца. Понятно, что войны стали совсем другими, хотя их суть осталась прежней. Или побеждай, или уходи. Сегодня главные события в зоне СВО разворачиваются в Авдеевке, под Купянском и в районе Бахмуда. Вот Вашингтон и пытается не довести военные действия в этих районах до собственной катастрофы. При этом перестал верить в непобедимость украинцев и отрезает их от денег и оружия. Чувствуя смену настроения в Вашингтоне, уже вся западная пресса смотрит в сторону Зеленского без всякого обожания. Лишь холодно перечисляет его проблемы. Что ему остается искать виноватых и пугать народ третьим Майданом, который якобы готовит Россия. То есть мы. Хотя в самой Украине желающих это сделать становится все больше. Говорят, что без финансовой поддержки Запада гривна стремительно обесценится. Военные перестанут получать денежное удовольствие в нужных размерах. Продолжится война на истощение, которой Россия готова. Сам Зеленский в интервью агентству Bloomberg жалуется, что израильско-хамасская война замедлила поставки артиллерийских снарядов в Киев. Вот цитата из его интервью. Без поддержки мы будем двигаться назад. И вот какой вывод из всего этого делают аналитики и политологи в США. «Ни Украина, ни Россия не заинтересованы в мире на нынешних границах. Для России очень важно взять под полный контроль все четыре территории, которые вошли в ее состав в 2022 году». Конец цитаты. Понятно, что это является целью. Хотя целью промежуточной. А в чем цель НАТО, если эта организация поставила все на кон ради поглощения всей Украины альянсом? Но сегодня эти страны требуют от Киева, если не полной капитуляции, то хотя бы перехода в глухую оборону. Стало быть, их так прижало, что и деваться некуда. Снарядов нет, танки горят, деньги кончаются. Так что все решат бои за Авдеевку. Это последний ориентир для Киева. Как воевать или как не воевать. На этом я с вами прощаюсь и до новой встречи у меня за углом. Субтитры создавал DimaTorzok